1995 года. Ваши аплодисменты. Красные корочки для Ассоциации пенсионеров. Она была создана еще в 1992 году по инициативе активной группы пенсионеров. Цель Ассоциации способствовать повышению социального статуса пожилых людей, активизации их роли в общественной жизни, развитию стремления к самореализации, а также росту их значимости в обществе и семье. Они участвуют в различных акциях, проектах и праздниках. Мы таким образом продляем их жизнь. То есть они востребованы, о них помнят, знают. Поэтому, конечно, а что нужно для пожилого человека? Внимание, забота. Поэтому, конечно, сегодня вы, наверное, уже обратили внимание, какие люди пожилые. То есть они неравнодушны к ничему. Приходят, общаются. Вот даже сейчас они уже не видятся. Месяц-два пришли, пообщались. В Ассоциации состоит и Антонина Щукина. Когда началась война, ей было два года. Отец погиб еще до войны. Мать воспитывала пятерых детей одна. Потом старший брат погиб на войне. Антонина Щукина с 14 лет работала в колхозе. Потом почти всю жизнь проработала на почте. Сейчас уже официально является ребенком войны. Рассказывает об удостоверении. Раньше и мечтать не могла. Над этим удостоверением мы никогда ведь и не задумывались. Да, вот это вот. Спасибо этому президенту. Он все-таки стал, как говорится, не то что учитывать, а вот эти труды. Вот, как вам сказать правильно. Все-таки почитать, что ли, эти труды. В числе тех, кто получил удостоверение, Валентина Царева. Она родилась летом 1941 года, когда Великая Отечественная война только началась. Валентина Царева заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. Как ветеран труда уже имеет льготы. Пенсией тоже довольна. Однако новые привилегии считает хорошим знаком внимания. Это забота нужна только потому, что было тяжелое детство. Как бы восполнить недостающее воспитание детей, да, и недостающее внимание. Вот это вот основное, я думаю. Напомню, с 1 января те, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, имеют право на бесплатную юридическую помощь. Также им компенсируют 25% расходов по оплате ЖКХ и будут выплачивать тысячи рублей к каждому Дню Победы. А еще дети войны теперь имеют право на внеочередной проход в социальные учреждения. Это категория дети войны. Я давно уже об этом говорила. И наконец-то вот регион принял вот такое решение. Это очень важно для тех лиц, которые пережили испытания, лишения в годы войны. Это наши дети. Это наши дети войны. Это наши мамы, бабушки. Такие трудности на их плечи легли. И поэтому вот эта забота об этой категории, нужно показать, что мы их любим и заботимся, это очень важно. До Ассоциации пенсионеров города Владимира удостоверение детей войны уже получили люди, проживающие в стационарных учреждениях. Это дома ветеранов, дома-интернаты. Следующие на очереди – Совет ветеранов города Владимира и различные клубы ветеранов. Ко Дню Победы у всех детей войны появятся удостоверения, подтверждающие их статус. Лада Кочетова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».